Сегодня я хочу рассказать, почему вас нарцисс обесценивает, для чего это ему важно, и о бредовых повествованиях нарцисса или нарративы нарцисса на основании нового видео нарцисса Дениса, как он вам навязывает некие роли. Вначале поговорим о обесценивании. Вчера я сказала, что вы для нарцисса внутренний объект. То есть у нарцисса есть куча внутренних объектов, и вы являетесь внутренним объектом. И он вам приписывает, так как вы внутренний объект, он вам приписывает все негативные качества, которые есть в нем. Все негативные намерения, которые есть в нем, он приписывает вас. Соответственно, поэтому говорят, что обвинение нарцисса – это его исповедь. Если он вас обвиняет в злых намерениях, значит, у него эти злые намерения, потому что вы часть его. Но тут очень интересный аспект, который как бы не понимают, мне кажется, многие психологи и сам Сэм Вакнин. Смотрите, почему вы являетесь внутренним объектом с точки зрения нарцисса? Потому что он не прошел сепарацию. То есть он не отделился, и он воспринимает всех других, как бы отделившись. Это так объясняет профессор Сэм Вакнин. И вслед за ним начали объяснять все остальные психологи. И тут какая-то странная противоречие. Я вчера об этом сказала, что здесь какая-то есть нестыковка. То есть он не смог отделиться от матери. Он считает, ребенок считает себя частью матери. И все, что чувствует мать, чувствует он. Вот обратите внимание, мама улыбнулась, ребенок улыбнулся. То есть она контролирует его эмоциональное состояние. И нарцисс не отделился от матери. Так почему же он на вас смотрит, как мать на ребенка? Должно быть все наоборот. И в действительности все наоборот. Но об этом нарцисс не знает. То есть вы нарцисс, когда входите в слияние с нарциссом, вы погружаете его как бы в свое чрево. Это он становится частью вас. Но ему кажется все наоборот. Помните знаменитый фильм о нарциссе Шерлоке Холмсе? Он говорил, я, говорит, не знаю, мне кажется, что это солнце крутится вокруг Земли. А на самом деле это Земля крутится вокруг Солнца. Но с точки зрения, когда смотришь с Земли, кажется, что это солнце крутится вокруг нее, а не наоборот. Так вот, на самом деле вы являетесь... Вы, когда вступаете в отношения с нарциссом, если вы взрослая личность, он погружается в ваше чрево. Он становится частью вас. Но ему кажется, что это вы и становитесь частью его, и вы становитесь частью его внутреннего мира, как некая игрушка. И вот как раз об этой игрушке и говорил нарцисс Денис, что вы являетесь его игрушкой. Вот полка с игрушкой. У него есть куча игрушек. Каждая игрушка имеет свои роли. И он играет вами, как игрушками. И он не понимает, что на самом деле, когда он входит в слияние с партнером, он погружается в чрево партнера. То есть вы являетесь заменой его родителя. И именно поэтому, так как родитель ответственный за его хорошее состояние, у него функция успокаивать ребенка, контролировать его эмоциональное состояние, удовлетворять его потребности, в том числе психологические, по успокоению, по регуляции его самооценки и так далее. И если вы с этой функцией не справляетесь, он начинает вас наказывать. То есть ваша задача сделать его сказку были. Но он вас видит наоборот. Он хозяин. Это вы часть его. Вы продолжение его. Хотя на самом деле наоборот. Это он становится ваше продолжение. И поэтому, если у человека были плохие отношения с матерью, то вы автоматически становитесь его матерью. Либо идеализированный, нереальный, и он на вас возлагает абсолютно нереальные надежды. То есть вы являетесь, помните, я говорила, фея, как из сказки «Золушка». Вы фея, которая должна все превратить в золото, исполнить все его желания. Либо он на вас проецирует реальную мать и начинает вас наказывать за то, что мать с ним делала в детстве. И поэтому нарцисс будет вас с вами делать то, что делала мать с ним в детстве, потому что вы для него становитесь матерью. Вы как бы являетесь заменителем его матери. Вы как бы чрево. А он в этом чреве находится. И он вас за вот это все, что наказывает. Если мать игнорировала... Вот смотрите, у нарциссы как Дениса, у него мать игнорировала. И он говорит, я намеренно игнорирую всех своих партнеров. И заставляю их почувствовать ненужными, ничтожными. Он об этом рассказывает откровенно. Да, то есть вы как будто ничто. У него мать такая была. Она вот такая кукушка была. Его бросала постоянно. И он заставляет партнеров чувствовать себя. Он мстит матери. Второе. Нарцисс Денис очень склонен к насилию. Его отец избивал в детстве. И в этапе девальвации у него постоянно проскакивает угроза насилия, физического насилия. Поэтому ребенка, которого избивали в детстве, будет избивать своих детей и своих партнеров. Именно поэтому. Мстя как бы, да. Потому что вы для него не партнер. Вы не отдельная личность. Вы его чрево. Он как бы находится в вашей утробе. Вот. И там с позиции уже ребенка вам начинают за все это мстеть. Во-вторых. Нарциссы есть грандиозное я. То есть он считает себя хорошим. Он выучил одну такую простую вещь. Чтобы быть любимым, нужно быть идеальным. Нарцисс это человек, которого недостаточно любили в детстве. И он решил, что меня недостаточно любит, потому что я недостаточно идеальный. И для того, чтобы быть идеальным... Поэтому мне нужно быть идеальной любой ценой. Чтобы быть идеальным, нужно свои неидеальности сбрасывать на кого. Ему очень легко сбрасывать свои недостатки на вас, потому что он находится в вашем чреве. И он начинает проецировать на вас свои недостатки и избавляется от вас. И поэтому нарциссу очень важно вас обвинить во всем, во всех своих же смертных грехах и бросить в вас. Он думает, что если он вас бросит, он избавится от своих недостатков. Таким образом, вы уйдете и вместе с вашим уходом уйдут его недостатки. И через какое-то время он осознает, что это, в принципе, иллюзия. Вы ушли, он вас обесценил, а недостатки-то остались. И поэтому нарцисс Денис говорит, как только я избавляюсь от партнера, я начинаю тут же по нему скучать. Почему? Потому что он потерял маму, утроба, где он находился, где тепло было, хорошо, он вынужден был отсепарироваться. И тут у него возникает вот этот страх сепарации. Это такое очень сильное чувство тревоги, как у ребенка бывает, когда ребенок теряет мать. У него начинается паника, он начинается тревога, поэтому нарцисс начинает вас опять искать. Поэтому это вот эти качели начинаются, циклы идеализации, обесценивания. И он пытается вас вернуть, опять идеализировать, и для того, чтобы опять попытаться на вас все свои грехи спроецировать и от них избавиться. Он не понимает, что он хочет избавиться, от них невозможно избавиться. Поэтому, кстати, вот он говорит, моя любимая тема, это когда у меня возникают какие-то стрессовые ситуации, тупиковые ситуации, я сажусь на машину, уеду. Это было, кстати, у Онегина, да, Онегин, как у него случилось там, вот это вот, Евгений Онегин. Он куда-то уехал, пять лет путешествовал. То же самое Лермонтов. Я хочу путешествовать. Вот им кажется, что если они уедут в какое-то другое место, они оставят все проблемы в этом месте. А на новом месте будет прекрасная, новая прекрасная жизнь без этих вот проблем. Но опять-таки это иллюзия. Он не понимает, что проблема связана с ним, с его патологией, а не с людьми, которые его окружают, или с местом, в котором он находится. Но так как этот ребенок, ему такие вещи очень сложно понять. И вот это вот видео, ну, в принципе, нарративы нарциссы, нарциссы, которые он проецирует на вас. То есть нарцисс живет в мультфильме. И у него очень такое плоское восприятие жизни, как в мультфильме. Вы либо бабка-ежка, либо прекрасная принцесса, либо вы там коще бессмертный, либо прекрасный принц, который бесконечно добрый, бесконечно хороший. То есть вот это такое черное-белое мышление. Вот он сказал, и я вам приписываю какие-то роли в моем кукольном театре. И заставляю вас играть эти роли. И если вы не играете эти роли, я вас начинаю наказывать. Да, обесценивать, наказывать и пытаться вами исполняться. Какой-то у меня у каждого там друга, подруги, и есть какая-то определенная роль, которую я ему приписал. И когда... Потому что они считают, что у вас нету своей воли, и нету... Я великий комбинатор. Я великий манипулятор. Вот эта детская грандиозность, да. Я всеми руковожу, но это не получается, это меня разочаровывает. Я поэтому тоже могу из-за этого обесценить. И он говорит, я, говорит, не понимаю иногда, вы действительно какой-то плохой человек, или это моя, говорит, вот эта вот нарциссическая, экстремистская, вот это мой взгляд такого экстремистского характера, как в мультфильмах, да. Когда я на вас злюсь, вы действительно для меня воспринимаетесь, как бабка-ёшка или коща бессмертной. В моменте, да, вот в этом. И я могу в этом моменте нарубить много дров и наговорить кучу гадостей, которые, в принципе, не соответствуют действительности. Нарратив — это бредовое повествование. В принципе, вы... Это, кстати, когда я говорила... У меня есть видео про Ферези Меркьюри, и там была песня «Я великий притворщик». И вот как раз он говорит, я заставляю играть людей роли. То есть нарцисс вас заставляет, впихивает в какую-то роль в соответствии, чтобы поддержать свою грандиозность. Ну, соответственно, чаще всего какую роль у вас берут? Вы свидетели его грандиозности. То есть вы должны подтверждать его грандиозность. Для этого цели очень хорошо подходят всякие девушки с пограничным расстройством, с зависимым расстройством. Ее куда положишь, там она и лежит, как говорится. Ей можно внушить любую идею. Кстати, то же самое нарциссу. Поначалу тоже можно внушить любую идею. Но что он сказал насчет пограничниц? У него мать пограничная, там истерическая, сестра, у него все подружки были пограничницы. И вот он раскрыл тему отношения нарцисс-пограничник. Тоже очень интересно он это рассказал. Он говорит, пограничники, так же, в принципе, как и нарциссы, они ищут сильную фигуру, фигуру родителя. Потому что это дети, потерянные дети. И нарцисс на первом этапе ведет себя очень как такая сильная личность, которая все хочет контролировать. А когда, знаете, человек все контролирует, кажется, что он и может ответственность взять. Но нарцисс все контролирует, но ответственность ни за что брать не хочет. Поэтому его и считают токсом, да? Что контроль безответственности – это токсичное поведение. И он создает такое впечатление сильной личности, и который готов заботиться, брать ответственность. Но он ничего этого не делает. И поэтому очень часто разочаровывает вот этих пограничников, да? Или зависимых, зависимое расстройство. Поэтому происходит конфликт неминуемо в этой паре. И второе, нарцисс говорит, я не хочу, я же все-таки у меня вот такое более шизоидное ядро, что я не хочу ни от кого зависеть. И она, пограничница, хочет преданности и стабильности в отношениях. И эту стабильность он дать не может. И поэтому их вот эта вот пара, их пограничник-нарцисс разваливается. Как-то так.